А, Исенбаева. Вот, что я хотел, еще один кейс. Исенбаева. Есть такая, знаете, Исенбаева, знаменитая олимпийская чемпионка. Прыгунья там она или кто? Значит, смысл в чем? Откуда вообще вопрос по ней возник? Значит, это Исенбаева, которой там так гордилась Россия, которая действительно хорошая спортсменка. Какие к ней вопросы? Хорошая спортсменка Исенбаева. Вот, значит, она абсолютная такая пропутинская манда, которая там за Путина, за Шойгу, за Дедов, за не знаю за кого. Естественно, как и многие российские спортсмены, когда у них уже с карьерой пошло немножко на ладан, вот, уже с шестом там особо не попрыгаешь, она стала делать чиновничью такую карьеру, там, встроилась во все эти фонды, которые поддерживают через госбабки спорт, стала там такой, типа, агитаторшей всех путинских инициатив, то есть она агитировала за смену конституции, когда, собственно, Россия. Ну, она и так не была демократической, давайте честно, да, но она превратилась совсем в эту, да, такую, в такой стан, да, в Туркменистан, в тоталитарное государство. И вот это, значит, дура, конченая, я другого слова не подберу, хотя, может, она просто хитрожопая. Значит, вот она все поддерживала Путина, работала в ЦСКА, получила звание, служила там в армии, якобы, под бумагом. Но, как только началась война, она почувствовала, что пахнет керосином, вся эта российская история, да, и надо валить. Надо валить, ноги надо делать. И она, значит, свои бабки все вложила в недвижимость в Испании, купила там несколько домов, пентхаусов, чего-то еще, и себе хату на Тенерифе. И, значит, вот она публикует информацию, значит, фотографию со своим миграционным адвокатом, что вот, мол, она теперь имеет ВНЖ Испании. Сделала через покупку недвижимости на миллионы-миллионы евро. Ну, все такие, оба-на, подождите, а как это может быть? Такая патриотка, вот посмотрите на нее, да, вот она, такая супер-патриотка, во-вторых, человек, который в армии российской, она вдруг теперь хочет стать испанкой. Переехала в Испанию, написала, все, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ и так далее. До свидания. В Испании лучше. В этой натовской, зажравшейся, поддерживающей Украину оружием, танками «Леопард» Испании. Мало того, значит, она осталась подтирать все свои инстаграмные посты, где она с Шойгу, где она в форме военной, где она там всякие эти путинские инициативы вылизывает и все остальное. Прятать. Типа, а я нет, я аполитично. Я человек мира, написала она. То есть до этого она была, я россиянка за Россию. А теперь она, видите, вот так вот, такое преображение у нее произошло. Она теперь человек мира. Человек мира, который вообще не знает, что, оказывается, есть какие-то страны. Эти страны. Она же мировая спортсменка. И дальше, значит, она сообщила, что будет продолжать работать в Международном Олимпийском Комитете. И тут уж все возмутились. Подождите. Как военнослужащий российской армии, а она реально была военнослужащим российской армии, пока была в ЦСКА, может быть в Международном Олимпийском Комитете. Понятно, что ее там туда продвинули. Понятно, что Международный Олимпийский Комитет – это стопроцентная коррупционная кормушка. Кто платит, тот музыку и заказывает. Каждая страна туда продвигает своих самых жутких, ну не каждая, но вот такие страны, типа Россия, продвигают туда, вы помните, да, всяких уродов. Но это просто чистая агентура. Ну чистая, стопроцентная агентура. Человек, который там Шойгу, не знаю, что она только с этим Шойгу не делала. Человек, который был в российской армии. Какой Олимпийский Комитет? Просто какой Олимпийский Комитет? Может быть. Ладно, она сбежала от путинского режима. Как и многие, кстати, у кого была такая возможность. Они, конечно, все помахали. Чубайс там вдруг стал ученым из Глазго. Видели его, пишут статьи для какого-то британского университета. Там еще какие-то люди. Кто мог, те сбежали. Кто не мог, те не сбежали. И деньги вывела, да, из России. Вот эти миллионы евро купила себе эти виллы. Но теперь она хочет хитрожопо быть. То есть быть и в Олимпийском Комитете. И не осуждать войну. И не помогать украинцам. А просто подчистить свои посты с Путиным. И с прочей там этой всей братьей. Вот что как бы с патриотами-то происходит на Россиюшке. Поразительно. Просто поразительно. Ладно, друзья. Так. IP. Если бы просто извинилась за донатила пострадавшим украинцам, беженцам, инвалидам, я бы понял и простил. А пока нет. Только в суд конфискация срок. Да, мне кажется, что тут надо органам и Испании, и Евросоюза совершенно на другом уровне реагировать на такие вещи. Это очень опасно. Потому что вот часть путинской элиты, переобувшись в воздухе, она будет лезть в Европу. Она будет там прятать свои капиталы. Она будет изображать из себя политичных людей мира. А в реальности это просто реальные подонки и ждуны. Сто процентов. Поэтому, ну как бы, этот случай оставлять нельзя. Вот мы его тоже зафиксировали. Субтитры сделал DimaTorzok